всем привет продолжаем делать что-то какое-то подобие игры игра будет конечно же не окончена но тем не менее базовые понятия вы получите и сможете что-нибудь подобное сделать и так на чем мы прошлый раз закончили прошлый раз мы закончили на том что добавили анимации игрока то есть объект нашего путешественника адвентура вот сделали анимацию анимация бегание влево вправо стояние анимации и падение есть это сделали дальше что нужно нужен еще мир какой-то чтобы был какой-то мир для этого для этого я вижу это как ну для вот этой простейший типа игры для этого как минимум мне нужен будет нужен будет вот такой модуль вор так вот айтамс айтамс есть здесь будут описаны объекты но нашего мира то есть это всякие картиночки то есть эта платформа это там где-то факел это там еще чуть-чуть нибудь там пол всякие короче возможные объекты и второй модуль который сегодня сделаем это будет level 1 вот так вот по простому без всякой ерунды level 1 то есть это будет первый уровень вот что то нужно давайте начнем с реализации волнда и там айтам вот айтамс у нас будет вот я решил пойти по другому пути уже есть наброски не просто наброски уже короче готовые кусочки и просто буду копировать и вставлять теперь смотрите так ассет ассет и первое первое я сделал такой классец background то есть это фон просто фон вот с какой-то картинкой то есть будет фоновая картинка которая будет рисоваться и все в принципе конечно тут же можно сделать какую-то анимацию добавить может быть картиночка будет плавно ездить туда-сюда и еще еще нибудь это уже на ваше усмотрение но бывают такие игры когда где на фоне там либо картинка двигается либо какие-то блока двигаются либо еще что то но у меня это нету вы конечно же можете это сделать чтобы красивее было второе смотрите класс байз айтам это базовый классец для всех остальных классов то есть это будет базовым классом для всех вообще объектов на карте да в нашем мире то есть это стена это пол это там дверь может быть это сундук ну я не знаю все что короче вы там придумаете все здесь можете описать вот то есть это базовый класс наследуется от спрайта то есть это вам уже все должно быть знакомо и никаких проблем не должно быть вот что мы здесь видим здесь функция draw есть функция update вот который будет в принципе переопределяться в наследниках дальше есть свойства rect rect нам нужно в принципе для того чтобы определять столкновение то есть это будет содержать его x y ширину и высоту и соответственно перебирая эти объекты мы будем понимать определять стал сталкиваемся мы с ним или нет вот но это внутренняя функция для того для того чтобы после того как мы загрузим спрайты нам нужно пересчитать пересчитать некоторые значения в данном случае значение rect да но нашего прямоугольника и теперь давайте давайте я еще сделаю вот такой классе это базовый класс для айтамов который имеет анимацию вот потому что этот класс для классов для объектов которые не будут иметь анимации а этот класс для объекта у которых будет анимации здесь соответственно будет пересчет вы с этим всем уже знакомы вот здесь обновление индексом это обновление которое будет вызываться при каждом кадре вот и все такое то есть здесь тоже в принципе ничего сложного не должно быть ну и собственно говоря давайте начнем смотрите первый объект это пустой empty это то пустое место на карте который будет пустое то есть принципе при отрисовке ничего там происходить не будет вот координаты по нулям rect где тут rect будет возвращать вот базовое значение то есть и и минус один минус один это минус по иксу и по игреку и ширина и высота его вот соответственно если мы определять столкновение то у нас же наш экран имеет плюсовые координаты значит в минус мы никогда не уйдем ну и соответственно никогда с этим объектом не столкнемся дальше длинная платформа для длинной платформы ну например давайте перейдем наши осеты сетты волн до статик и платформу лонг где тут платформу лонг вот вот такая длинная платформа картиночка тоже немало времени потратил на то чтобы найти все эти картиночки найти какую-то какой-то набор картиночек для чего для какого-то одного уровня но в общем счастье подбавляю классы для вообще всех объектов вот их добавил их довольно много смотрите есть какая-то конечно проблемка в том что каждой каждый очень много копипаста то есть идентичного кода то есть в данном случае отличие только в картинке конечно же это все можно было бы вынести наверное в какой-то один класс но я когда вы это делал я не выносил потому что я думал что я попробую каждому объекту ну даже не каждому большинство объектов придать какую-то анимацию до чтобы было красиво а какой анимации идет речь вы позже поймете я вам объясню да вот я просто копипастом это сделал а потом кучу времени убил на поиск картинок о чем я вам сразу и ну о чем я вам говорил что я кучу времени убил и вам говорю сразу сначала вы найдите все картинки продумайте все только потом начинайте писать потому что у меня по ходу писанины был поиск картинок и поиск картинок занял наверно 80 процента времени чем написание этого всего соответственно вот и все вытекающие непродуманная где-то архитектура если можно назвать это все добро какой-то архитектурой но не суть короче у меня созданы классы для всех объектов на карте ну на нашем мире которые вот в данном случае есть вы сегодня это увидите да что получилось так теперь смотрите вот есть классец то о чем я говорил да например для каких-то например объектов на карте можно создать анимацию то есть все эти объекты вот стены там верхняя стена это топ волбордер да это верхняя граница ну лэфт это слева стена тут есть еще райт топ волбордер короче уже не помню ну короче там когда увидите карту поймете что она ну мир состоит из множества слепленных картиночек так вот а вот есть одна картиночка стены у которой присутствует анимация что это за анимация тоже вам о ней расскажу дальше смотрите есть анимационные объекты на карте к примеру факел у факела вот 10 картиночек соответственно мы пронаследовались не от базового и там от анимейт бэйс айта есть еще свет свет это люстра такая она по моему качаться будет у нее 4 картиночки вот то есть это здесь описаны все наши объекты на карте здесь в принципе ничего сложного нет абсолютно ничего потому что если вы внимательно смотрели предыдущие видео то уже в принципе должны понимать да вот эти вот эти вот где они ну вот эти все вещи обновления что там считается для чего считается что за индексы и все такое теперь смотрите давайте посмотрим на наш уровень вот level вот теперь смотрите уровень у меня задан просто в тюпл да кортеж кортеж состоит из наборов кортежей смотрите вот это вот каждая буковка означает отдельный объект то есть в данном случае на карте она шириной по моему 30 насколько там не помню вот под каждую буковку есть определенная картиночка вот смотрите ну я не храню это не выксом и алька нигде просто тупо тут забил забил и все смотрите класс level когда мы инициализируем мы заполняем заполняем так вот сейчас это roll вот нашу карту мы к нашей карте присоединяем наши объекты объекты мы выбираем в зависимости от буковок ну например если пробел вот здесь пробел то что мы добавляем мы добавляем пустой item пустой объект если же это пи большая то мы создаем платформу long вот здесь будет длинная платформа если там это маленькая a то создаем там left wall border p1 p2 p3 ну и в зависимости от буковки в зависимости от буковки вот например есть лампа а то о чем я говорил и есть факел факел это большая буква t в нашем мире она находится вот здесь факел а вот здесь лампа вот в принципе здесь ничего сложного нету теперь смотрите отрисовка что мы делаем сначала рисуем фон а поверх фона рисуем все наши объекты да то есть мы заполнили заполнили вот нашу мапу что это за тип что это это список этот список из списка ну грубо говоря такой двумерный массив двумерный список двумерный массив соответственно мы пробегаемся по линиям берем самую верхнюю линию а в ней есть список ну то еще один список и по этому списку пробегаемся и делаем апдейт почему апдейт потому что это у нас может быть либо анимационный объект у которого надо пересчитывать fps индексы вот и менять картиночку либо же это обычный 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 базовый объект для которого апдейт просто пустая функция да то есть в принципе ничего не пересчитывается вот соответственно нарисовали фон и нарисовали все наши объекты ивент процессинг нам не нужен поэтому это пустое п.с. можно убрать но лучше не убирать пусть будет пригодится и апдейт вот кстати апдейт тоже надо п.с. сделать есть теперь смотрите у нас у нас вроде бы уровень есть и world а это мы есть теперь это все добро нам надо поместить в наш гейм вот потому что в нашем гейме есть только адвентюжер блин я не знаю как правильно он читается поэтому я вот читаю так как читаю но скорее всего я неправильно читаю смотрите импортируем наш объект лав потом берем наш список и добавляем соберем объект лава дальше что нам еще нам еще надо нам еще надо создать такую переменную level индекс то есть текущий индекс нашего уровня то есть вот мы добавляем в список наш объект соответственно он под индексом 0 будет вот когда вы там сделать переход на новый уровень вы просто обновите индекс и соответственно соответственно дальше 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 в отрисовки что нам надо сделать нам в отрисовки надо сначала нарисовать уровень а потом поверх если что нарисовать нашего 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 этого ну путешественника дальше винпроцессинг пробрасываем event на всякий случай вдруг нужно будет пусть будет и в обновлении в обновлении мы просто обновляем нашел к этого этого давайте и апдейт сделаем так вот так здесь тоже пусто пусто есть что еще нам надо блин не знаю запустится или нет еще попробуем о запустилась так но наш игрок не двигается знаете почему потому что он за а мы же еще не сделали обработку этого всего вот вот наш adventurer и вот здесь вот здесь нам нужно поопределять может ли он двигаться или нет соответственно канму сейчас сделаю к нему вот она вот так будет выглядеть к н он падает будет выглядеть вот так вот дальше сейчас я объясню что это все такое вот еще нам нужна открытая функция паблик функция вот такая set level дальше вот здесь нам и и в нашем уровне так что нам надо сделать нам надо установить уровень так так и где это мы сделаем сейчас секунду я уже а это нам надо сделать в игре да берем класс game берем вот этот set adventurer вызываем функцию set level object и устанавливаем текущий объект текущего уровня соответственно если где-то здесь произойдет там при обработке данных перейдете на следующий уровень то просто поменять нужно будет уровень и все вот этот объект теперь смотрите что у нас здесь так где-то вот can move ну здесь и не буду даваться в какие-то подробности потому что проще самому разобраться ну чем объяснять вкратце только расскажу то есть достаточно это нарисовать на картиночке и определить то есть у нас карта наша состоит вот из картиночек да у каждой картинки есть ширина и высота и координаты соответственно когда мы двигаем нашим игроком нам нужно определить наезжает ли он на объект или не наезжает соответственно здесь мы определяем есть направление движения влево то мы берем временную координату берем текущую координату отнимаем нашу скорость и определяем цел что такое цел это ну номер ячейки да индекс ячейки потому что у нас 32 ячейки в ширину и 30 в высоту вот соответственно мы индекс ячейки определяем вот в данном случае CE то есть это координат ну индекс ячейки да определяем индекс ячейки дальше вот мы определили то есть если вправо то нам надо прибавить нашу скорость и получить временную координату да то куда мы переместились бы сейчас да на следующем кадре короче определили эти ячейки дальше получили наш квадратик ну или прямоугольник вот и что мы делаем дальше мы берем у нашего уровня берем непосредственно объект map и доступаемся к номеру ячейки то есть к x и y или к столбцу и строке получаем первый объект второй третий четвертый потому что нам нам надо проверить объект слева дальше объект внизу там и вверху вот короче чтобы у нас вообще не было пересечения потому что у нас наш игрок может падать соответственно если он падает например вот наш плеер если он падает да надо нам проверить объекты вот этот вот этот вот вот три как минимум три объекта да тут 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 и вот тут вот то есть вот эти четыре а не по моему по моему по моему по моему по моему вот так вот ров плюс один ну да короче вы на бумажке нарисуйте и все поймете так вот мы получили четыре квадратика и дальше стандартными средствами пигейма мы можем определить коллизию то есть наезжает ли наш так рект рект наш игрок на какой ли на какой-нибудь из этих объектов если нет вот мы правим if not если не выполняется то мы возвращаем true то есть мы можем двигаться иначе false точно так же мы определяем падение ну для падения в принципе нам нужны всего лишь три объекта то есть вот когда я стою player мне нужно узнать раз два три что подо мной дальше что вот здесь и что вот здесь и если там ничего нету значит я могу падать могу свободно падать так вот если нет столкновений я возвращаю true то есть я могу падать иначе я не могу падать вот вот сорян вылезли что-то там коммент на ютубе кто-то написал так вот так вот то есть чтобы понять эту логику вам нужно начертить по квадратикам расчеркнуть этот мир и и посмотреть как бы вы определяли столкновение вашего игрока то есть ваш ваш игрок это такой же такой же квадратик вот в этом мире который должен двигаться у которого есть x y где он находится и ширина и высота вот вот так вроде я ничего тут не забыл не забыл там двигаться мы не можем потому что потому что у нас координаты не те потому что мы уже в стену въехали ой 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 не наверное не там там же тоже не могу а вон же у меня есть значение 64 192 а ну-ка по идее должны перемещаться о вот смотрите я двигаюсь но я не падаю очень интересно где-то где-то что-то я пропустил еще сейчас посмотрим сейчас посмотрим а нам надо в апдейте точно вот в апдейте перед тем как обрабатывать кнопки смотреть могу ли я падать или нет вот вот падаю приземлился падаю 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 теперь смотрите вот такие игры на вот таких вот спрайтах они могут быть очень красивые просто очень красивые в чем фишка вот видите то о чем я говорил есть у меня анимационный объект ну в данном случае смотрите факел и шатающаяся люстра а вот это вот видите внизу якобы тень это я в гимпе ну или фотошопе просто взял картиночку вот этого пола и короче типа сделал тени так вот так вот так вот 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 смотрите вот это f что такое f давайте найдем большую f f это вот это bottom wall border аним 1 это как раз то что я попытался сделать знаете там анимацию пола над которым горит факел вот если очень хорошо постараться да там если художник какой-то нарисует все то будет очень красиво в том плане что вы можете даже сделать вот здесь типа какую-то тень накладывать можно сделать вот здесь когда горит факел тени отбрасываться могут вот здесь тени какие-то быть ну короче везде можно подобавлять вот этих анимаций вот ну соответственно каждый каждый вот этот вот объект обложить вот красивыми анимациями и соответственно может быть очень красиво и есть такие игры да то которые основаны на вот спрайтах и они вот выглядят ну просто как будто бы там все 3d конечно же 2d игру можно создать ну средствами например анриала энджайна да но это будет честное 3d честные тени ну вот а можно ну и соответственно сама игра будет занимать не очень немало места но по сравнению с тем сколько будет занимать вот эта игра то есть это будет в разы по килобайтам или мегабайтам меньше чем та игра там конечно же будет и рендеринг и все и тени все красиво но я видел очень красивые игры которые основаны на спрайтах конечно работы там много его и основная работа это посоздавать вот эти картиночки посоздавать все анимации посоздавать тени якобы и т.д. и т.п. здесь можно было добавить там облака двигающиеся там еще что то но здесь как бы видите чуть-чуть такой косячок есть вот я вышел 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 и и не падает ну не падаю потому что у меня вот этот объект полностью просчитывать а надо его чуть уменьшить надо так сказать ноги даже не ноги а вот ну уменьшить проверки то есть в принципе чтобы он где-то вот так он дошел и бог мог уже падать наверное вот ну давайте давайте еще на карту добавлю еще платформу и в принципе я думаю все в принципе на этом думаю можно заканчивать а это я добавлю сейчас факел о давайте я факел еще вот сюда добавлю и вот здесь будет нет подождите l после l идет f а вот над этой f добавлю факел здесь большую а вот здесь я еще добавлю плат платформ вот так вот сделаем платформу а что если чего-то добавить так и запустим в принципе я хотел еще что-то тут поделать но честно говоря уже очень много времени ушли на эти картиночки и в принципе тут ну такое особо делать больше нечего это если вы хотите вы конечно же можете это все сделать и дополнить и чтобы ваша игра была красивая так опа как видите факел это у нас тот объект оху но это да это большая картинка она больше чем а тут я могу двигаться ну вот по факелу на посмотреть как его рисую вот я помню специально делал чтобы сам объект он был выше а сам факел ниже короче ну как видите и единственное здесь еще надо сделать чтобы стартовали с разных индексов анимации чтоб не было такого что все не однотипно в принципе все короче все больше ничего делать не буду потому что потому что будут будете распространять все видео будете подписываться а если вдруг вообще это немыслимо будете становиться спонсорами канала то конечно же количество роликов будет больше ну и законченность будет больше потому что полноценно закончить игру даже ты самую простую нужно очень много времени вот в принципе все подписывайтесь обязательно становитесь спонсорами вот кнопочку можно найти там делитесь этим видео лайкайте и все такое рассказывайте друзьям и тогда будем стараться делать контента побольше все всем спасибо за внимание всем пока что